Итак, люди с 11 годом судьбы, либо люди рождут 11 числа любого месяца. Такие люди, мы знаем, цифра 1 – это управитель солнца. Цифра 11 – это исключение, это два солнца вместе. Такие люди, поэтому, обладают огромными знаниями и находятся на высшем духовном уровне. У них большой потенциал, стремление двигаться вперёд. Это самое сильное энергическое заряженное число судьбы, потому что 2 единицы – 2 солнца, а в сумме двойка. Это интуиция, единица – морская энергия, а двойка – начало женской энергии. Поэтому это число обладает мощной энергетикой. Такой человек является неким передатчиком между небом и земным миром. Или высших небесных вибраций в мире. Но если люди 11 числа научатся пользоваться данной им силой, то в их жизни может быть достаточно уроков и задач, острых углов, чтобы они научились управлять своими энергиями и воплощать этому жизнь. Также научиться им надо управлять не только энергиями, но и эмоциями и мыслями. Ихними мысли пойдут оригинально двигаться, и Вселенная их слушает. У этих людей больше всего энергетический потенциал. Они наделены повышенной трудоспособностью и выносливостью. Ведь одиннадцатый орган – это сила. А сила – это главная черта характера. Такие люди, как правило, сильные, уверенные в себе, добивающие всего и сразу. Они, как правило, лидеры, хорошие организаторы, руководители. Но их сила может быть направлена как во мне, так и внутрь себя. Им необходимо заниматься спортом. Поэтому вам следует отслеживать, какая это сила созидательная или разрушительная. Любые негативные проявления силы следует менять силу на божественной любви и принятие мира и людей такими, какие они есть. Старайтесь уравновешенность твою силу, чтобы она стала более мягкой и созидательной. Не позволяйте всегда быть сильной, потому что женщина должна быть женственной, раскрепощенной, расслабленной. Старайтесь поэтому уравновешенность в свою силу. Люди одиннадцатого числа не терпят давление из вне. Начинают обороняться, и у них возникает рефлекс сила на силу. Они бывают очень заносливы, вспыльчивы и дерзки, и агрессивны. Но, как правило, за собой они этого не замечают. Но потом, спустя время, осознают, в чем они были неправы. В общем, у них очень открытая душа. У них благородные поступки. Они могут взять на себя ответственность. У них очень выраженная энергия лидера. Ведь энергия силы самая могущественная. Итак, мои дорогие друзья, направляйте с одиннадцатой энергией созидательную мощную силу. Все, пока-пока. С вами была я, Наталья Куткова.